и практически все тут всем привет с вами условно дружественный преподаватель криминалистической психологии со своим ручным заебушком это помесь воробья и зайца если что он просто со мной рядом сидел и говорит мы сегодня будем об убийствах буквально через секунду когда я как всегда расширю слайды получилось итак наша сегодняшняя тема убийства и это 28 занять господи 28 занятие благотворительного проекта за победу украины как всегда напоминаю зачем все это делается что помочь украине победить если вас не затруднит я очень об этом прошу сколько можете сбросьте например на сбройной силы украины на фонд харьков help это волонтеры харькова и 24 это фонд под эгидой президента зеленского там вы можете выбрать на что именно вы даете деньги на оборону на медицинскую помощь на и разминирование на восстановление украины вариантов как вы понимаете очень много фонд буча help помощь выжившим в буче ирпень гостамеле бородянке в комментариях как всегда будет больше ссылок в том числе новые данные в россии это волонтерская организация в киеве там у них нет насколько я понимаю веб-сайта но у них есть волонтерская организация это терроработа в киеве соломинская терроработа на них есть данные счета как перевести деньги если вы в украине как перевести деньги если вы вне украины ну и можно связаться с марии войтенко которая Собственно, этим отделением терробороны руководит. Если вы в России, вы не можете перевести деньги никуда наружу, разве что через знакомых. Значит, помогите Украине победить, находясь внутри России и помогите выжить своим соотечественникам, выжить, спастись и сбросить эту путинскую сволочь, развязавшую эту войну. Как всегда, ссылки на два фонда. Это юридическая и не только помощь тем, кто борется против путинского режима. Как всегда, больше информации будет в описании под этим видео, когда я выложу запись. А пока снова вернемся к нашей теме. Сегодня у нас в программе немного кино, романов и статистики. Ну, насчет статистики я соврала, статистики сегодня будет много. Но я постараюсь сделать это как можно проще. Мы поговорим о том, что убийца на самом деле не дворецкий совсем. Мы поговорим о таких разных убийствах. Экспрессивных, инструментальных, заказных, сексуальных, серийных. Чем они отличаются и что со всем этим делать. Ну, начнем, собственно, с кино и романов. Прежде чем, я должна предупредить, как всегда, у меня нет страшных подробностей, каких-то отвратительных деталей, но мы говорим о преступлениях. Так что, на ваше усмотрение. И, как говорил персонаж этого мультфильма, возможно, стоит убрать детей от ваших голубых экранов. Убийства в книгах и кино. Сразу скажу. Я очень люблю детективы и кинодетективы и книжные детективы. Я собираю детективы «Золотого века», предпочтительно первые издания. И, ну, в общем-то, я бы в эту профессию не пришла, если бы не детективы. Но не надо обольщаться. Это в кино убийцы чаще всего интеллектуал или псих, или и то, и другое. Если речь идет о серийных убийцах, то в кино это, как правило, гений, которые все очень сложно и интересно планируют и тратят дикое количество времени на какие-то хитрые загадки для полиции или для ФБР. Чаще всего о серийных убийцах все-таки снимают в Америке. Часто у убийцы есть какая-то подпись или диалог с полицией, причем эта вот подпись в кавычках, она может быть безумно сложной. Например, в CSI, в сериале на русский его перевели как «Место преступления», там убийца посылала точные копии преступлений, которых она еще не совершила, точные миниатюрные копии до мельчайших деталей. Сколько времени занимает это изготовить, это отдельный вопрос. Ну и убийства сами тоже были очень сложные, и она не оставила нигде ни отпечатков пальцев, ни ДНК, ничего. Расследование очень часто это такой пазл, который надо собрать, это в книжках особенно заветно, и убийство происходит очень часто. Взять практически любой детективный сериал, там убийство будет, скорее всего, в каждой серии. При этом все эти сложные планы от классических детективов до более современных, все эти гениальные преступники, которые умудряются спрятаться от полиции, которые часто, как я уже сказала, интеллектуалы, как тот же Ганнибал Лектор, на самом деле их планы чрезвычайно сложны, но совсем не, как это, не сработают они в реальной жизни по целому ряду причин. Слишком много переменных участвует. Как ни странно, идеальный план убийства, вот действительно идеальный, даже по современным меркам, описан Роальдом Галлем, да, тот самый, который Чарли «Шоколадная фабрика», он вообще, помимо того, что детский писатель, он в первую очередь не детский писатель, в частности, детективы он тоже писал. Так вот, снят потом Хичкоком, и самым гениальным убийцей была вот эта милая дама из рассказа. Насколько я знаю, реального прототипа у нее нет. Я обещала, что я расскажу идеальный план убийства, который он пользовался бы сама, но мне просто не надо. Он, на самом деле, довольно простой по сюжету рассказа. Это дама, жена полицейского, которая безумно его любит, а муж пришел домой вечером, она собирается его там ужином кормить. Точнее, они собирались, это день, когда она ужин не готовит, они обычно идут в гости, а перед этим заходят в кафе. Но он усталый, она собирается сварганить быстренько что-то дома, а он ей говорит, что да, дорогая, я знаю, что ты беременна и все такое, но я полюбил другую, я от тебя ухожу. А она такая душечка-хлоподушечка все еще уговаривает его поесть, идет на кухню, берет неразмороженную баранью ногу, которую она, собственно, достала, чтобы приготовить по-быстрому, и дает ему этой ногой по башке. И убивает его с одного удара. Вот это, кстати, большое везение по целому ряду причин, потому что, ну, во-первых, далеко не всегда убийство тяжелым тупым предметом удается с одного удара, а во-вторых, если уж удалось, то это чрезвычайно удачно для убийцы, первый удар тяжелым тупым предметом, как правило, без разбрызгивания крови, то бишь убийца не запачкается и все вокруг не запачкает. А, как вы понимаете, совершенно не запланированно она это сделала, так, под влиянием момента, но вот дальше она начинает абсолютно гениально действовать, потому что она хватает эту самую ногу и запихивает ее запекаться. А сама бежит в ближайшую зеленую лавку, объясняет, что вот муж пришел к работе, с работы он такой усталый, а вы же знаете, это ее постоянная зеленая лавка. Вы же знаете, я по этим дням не готовлю, но вот мясо у меня есть, оно сейчас в духовке как раз, а мне бы какой-то гарнир и тортик его побаловать. Все покупает, очень мило говорит с продавцом, возвращается домой, обнаруживает труп и в ужасе звонит в полицию, естественно. А дальше у полицейских крайне неприятная дилемма, потому что, с одной стороны, но они в курсе, что он собирался от нее уйти, то бишь мотив они знают. Но орудия убийства нет, у нее точного времени убийства нет, у нее не то чтобы алиби, но изленищик подтверждает, что да, забегала, собиралась его кормить ужином, сказала, что он устал и все купила. И главное, орудия убийства тоже нет. И честно говоря, к концу рассказа становится ясно, что орудия убийства они не найдут, хотя перерыли все, потому что это милая дама, которая их всех, естественно, знает, муж полицейский, конечно, он ее знакомил с коллегами. Ей напоминают, что, вы знаете, у вас что-то в духовке печется и очень вкусно пахнет, и она предлагает им это съесть, потому что они же такие усталые. И они с удовольствием съедают ту самую чертову баранью ногу. И даже при современных фильмах, если я правильно помню, снят в 60-е, а книжка написана еще раньше, точнее, рассказ. Так вот, даже при современных условиях такое убийство фиг раскроешь, потому что, как я уже упоминала, микрочастицы с одного удара, может быть, конечно, и останутся, но фиг их найдешь в ране, а главное, недоказуемо. Орудия убийства нет, мотив есть, но мало ли у кого еще был мотив убить этого полицейского. Пока он оставался дома один. Но это, как я уже сказала, наверное, единственный на моей памяти случай, когда в книге описан действительно идеальный план убийства. И, как мы видим, он простой и, в общем-то, даже не спланированный. Планировать она начала как скрыть следы, а не как, собственно, убить. А что же на самом деле происходит в жизни? Ну, во-первых, убийств на самом деле в жизни очень мало. Это у меня не огорченное выражение лица, если что, скорее так, несколько устало. У меня это сегодня третья лекция, не считая мелких промежутков на всякую преподавательскую деятельность. Но, в принципе, меньше одного процента смертей в мире – это результат убийства. Да, в некоторых странах этот показатель выше. Кстати, как ни странно, эти некоторые страны находятся в Южной Америке. Это, например, Мексика, Колумбия и так далее. Но, в целом, вот оно примерно так. 7% смертей в Эль-Сарвадор – это результат убийства. 6% в Гватемале, 5% в Венесуэле. Примерно чуть больше 1%, 1,3% в России. Но тут как бы очень спорно с их статистикой, потому что, с одной стороны, у них этот процент был выше в 90-е, но, с другой стороны, возможно, что тогда сообщили чаще и, что называется, мышей ловили лучше. В Украине и в Израиле меньше 1%. То есть, в общем, более или менее мировой тренд. 0,7%, 0,6%. Примерно так. И надо сказать, что количество убийств падает, а не растет, если мы смотрим по всему миру и от столетия к столетию. Если мы посмотрим, в принципе, на причины смерти, вот этот график Our World Data, они собирают как раз данные по всему миру, мы видим, что очень часто люди умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, потом от рака, потом от заболеваний дыхательных путей. Короче, убийства случаются реже, чем смерть от самоубийства или даже от малярии. Причем заметно реже. Суицидов в мире почти 760 тысяч, случаев смерти от малярии почти 640, там немножко больше, чем 640 тысяч, а убийств 415 тысяч примерно. Предумышленные убийства тоже редкость, меньше 500 тысяч жертв в год в мире. То есть вот такая фигня. Кстати, как ни странно, но уверенность, что тенденции с убийствами, что мужчины убивают чаще, а в наши дни мужчины действительно убивают чаще, примерно 81% в целом, если смотрите, но женщины бывают чаще в результате какого-то домашнего насилия, или как реакции, или потому что они сами этим занимались, 64%. Так вот, как ни странно, эта тенденция более или менее последних лет, потому что до Второй мировой, опять же, если верить статистике, которую собирали, как мы понимаем, и сейчас собирают, не идеально. Хотелось бы мне видеть идеальный мир, где идеально собирают статистику. Но, так вот, до этого отношения было примерно 50-50. А вот после Второй мировой количество мужчин, которые убивают, повысилось. Но это совсем не обязательно прямая взаимосвязь. После не значит вследствие, и как мы увидим потом, служба в армии не является практически никогда, так сказать, предиктором возможного насилия, не говоря уже о возможном убийстве в мирной жизни. Большинство жертв, убийств от 15 до 49 лет. Я понимаю, что это огромный разброс, но тут важно сказать, что инфантицид при этом, то есть убийство кого-то, кто младше 15, сравнительно редкая штука. Лучше бы вообще не было, но в том виде, в котором есть, не часто. Кстати, еще одна интересная тенденция насчет Второй мировой. До Второй мировой риск стать жертвой убийства был тоже примерно одинаков для мужчин и женщин. А вот с 50-х, начиная, риск для мужчин несколько понизился, а для женщин несколько повысился. Ну и потом соотношение пошло. И это, кстати, правдиво для всех регионов, по которым собирали статистику. В принципе, это так работает еще и... То есть это работало так во Франции после войны 54-62 года, Алжирская война в Ирландии после 70-х, там были свои конфликты в Венгрии во время революции 56-го года и так далее. Если говорить об организованной преступности, то, как ни странно, вот вся эта организованная преступность, банды и даже наркоторговля не всегда увеличивают количество убийств, так сказать. Это зависит от типа организации и, извините за неудачный каламбур, от, так сказать, организованности этих организаций. В целом, если верить ООН, я не очень люблю доверять ООН, но в случае со статистикой иногда им доверять можно. Количество погибших в вооруженных конфликтах и количество погибших от организованной преступности примерно одинаково, но примерно они пишут, что приблизительно один миллион и там и там. Мне интересно, насколько это приблизительно, но в принципе это работает. Что касается, скажем, убийств наркокартелей, результаты деятельности наркокартелей, там, например, в Мексике очень интересный процесс, 33 наркокартеля на 2007 год, а в 2011 втрое увеличилось количество убийств. Затем в 2015-м это стабилизировалось, потому что картели стали диверсифицироваться, распадаться, а затем опять это все пошло на пик, вполне возможно, как результат этой самой диверсификации, пока они были хоть сколько-то организованы, возможно, это было сдерживающим фактором. Но опять же это вопрос организации организованной преступности и того, как она взаимодействует с обществом. Об этом мы говорили на занятии по организованной преступности. Убийства чаще всего, так сказать, внутригрупповые, то бишь у известного мифа, что серийные убийцы чаще белые и убивают только белых, есть очень непрямая и очень своеобразная основа. Дело в том, что убивают, как правило, внутри группы, но это не значит, что белые белых. Это значит, что жители страны чаще убивают жителей страны, а мигранты чаще убивают мигрантов. Когда речь заходит о серийных убийствах, то вот такой четкой привязки к этносу там не обнаружено, по крайней мере, пока. Кто же у нас убийца? Я говорила, что убийца не дворецкий. Хотя, опять же, как показывает статистика, мужчины убивают чаще, чем женщины. Соотношение примерно 90% к 10%. Это примерно, и это, опять же, общемировая статистика, надо смотреть по странам. При этом большая часть убийств, это уже статистика одной конкретной страны Великобритании и статистика, свежайшая 2021 год, так вот, больше половины убийств – это результат ссоры, мести или потери самообладания. То бишь они не запланированы. Это спонтанная реакция. И мы чуть позже поговорим об экспрессивных убийствах. Такой популярный, хотя и не распространяемый, как правило, ни кино, ни литературной индустрии миф, что это пьяный рисовал, точнее, это пьяный убивал или обнаркоченный. Это не совсем так. Опять же, надо смотреть по стране. Согласно британским данным, 28% подозреваемых и 32% жертв, то бишь убитых, были под воздействием наркотиков или алкоголя в момент совершения преступления. Но тут такой сложный вопрос. Я как-то раньше, пока я не начала готовить, вот это занятие я не обращала внимания, не совсем моя тема. Но тут я обнаружила, что в основном, если начинаешь искать статистические данные по убийствам, ты обнаруживаешь, что они в основном по жертвам, но не по убийцам. Скажем, самый подробный анализ именно убийц, который я нашла, он 99-го года, с Альфати и Кантер. И ничего свежее не нашлось. Может быть, конечно, я неправильно ищу, но у меня такое ощущение, что еще и данных собирают меньше, потому что их банально собирать тяжелее. Офис национальной статистики Великобритании, они собирают данные очень подробно, но они пишут не убийцы, а подозреваемые, потому что пока подозреваемый станет обвиняемым, пока обвиняемый станет осужденным, пройдет, мягко говоря, дофига времени, и раскрутить этот клубок обратно будет несколько сложно. Но вот если по данным 99-го года то средний возраст убийцы 27 лет, большая их часть, абсолютное большинство, как мы видим, 74%, были знакомы с жертвой. И, кстати, как ни странно, это касается, как мы сегодня увидим, немножко позже, даже заказных убийств. Больше трети сидели в тюрьме, 40%, чаще всего за кражи 56%, ограбления 45% или иные насильственные преступления, там драки, например, 37%, 41% безработные и только 12% убийц служили в армии. И это еще и развенчивает известный миф, что ах, их в армии научат убивать, и потом они начнут, вот нет, в армии на самом деле в нормальной, хорошей армии убивать не учат, потому что не об этом, собственно, армейская служба. Но это в идеале, потому что, как мы говорили, опять же, на занятии, если я не ошибаюсь, по Геноциду, в одном из наших первых занятий, зависит от уровня подготовки данной конкретной армии и от того, какую программу подготовки там используют. Если современная, нормальная современная армия, будь то израильская, украинская, американская и так далее, упирает как раз на сдерживающие факторы и на то, что убийство это последнее средство, то, ну, из песни слов не выкинешь, например, российская армия всячески пропагандирует именно крайне старый подход. Давайте дегуманизируем противника, а потом будет проще его убивать. Так вот, это на самом деле очень плохой и очень опасный феншуй, даже если рассматривать просто вариант, что эти люди вернутся в собственную страну, потому что готовность к убийству у них никуда не денется. Итак, я обещала, что она не только написала убийство, она еще и описала убийство. Какие характеристики могут быть у убийств? Вообще, типологий существует, мягко говоря, дофига, но, как правило, это типологии внутри того, что я сейчас продемонстрировала, внутри этих пяти типов. экспрессивные убийства, инструментальные убийства, заказные убийства, сексуальные убийства, или иногда их делят на сексуальные и садистско-сексуальные, иногда это объединяют как раз в один тип, и серийные. Разберемся по порядку. Экспрессивные и инструментальные убийства, это, как всегда у нас в психологии, это континуум, и это две стороны шкалы, если угодно. Сама идея возникла из так называемого разделения на экспрессивную инструментальную агрессию, то бишь, у нас агрессия как выплеск эмоций или агрессия, которая служит, агрессивные действия, которые служат средством для достижения некой цели или некоего намерения. Экспрессивные убийства в этом случае, опять же, это результаты исследования, если мне память не изменяет, господи, 2004 года, это тоже Кантер и Компания, очень тяжело в нашей сфере что-нибудь написать и совсем не ссылаться на работы Кантера или кого-то из его учеников. Если включить еще учеников, то практически невозможно. Так вот, экспрессивные убийства это убийства, порожденные некой эмоциональной реакцией. Например, убитый и убийца состояли в интимной связи, убийца до того, как убил, то есть будущий убийца воспринял что-то в поведении жертвы как провокацию, совсем не обязательно эта провокация там была, но он так воспринял. И как реакция на провокацию убил. Это очень часто, если рассматривать сами действия во время убийства, это множественные ранения, огнестрельные или любого другого оружия, то, что называется ловеркил. Часто в лицо убийца крайне редко заботится в этой ситуации о сокрытии следов, то есть такая некая беззаботность, точнее полное игнорирование того, что вообще-то за это поймают и посадят. И то, если в стране нет смертной казни. Это описывает часть случаев домашнего насилия. Только часть, потому что как раз незадолго до того, как я пришла к вам, я сидела на очень интересном занятии по домашнему насилию, и там как раз говорили о том, что убийство как результат домашнего насилия довольно часто запланировано убийцей. но все зависит от того, когда оно происходит. Если это убийство как месть достижения цели, так не доставайся ты никому, то это у нас инструментальное убийство, скорее, а может быть, даже и садистское, но об этом немножко позже. А вот если это убийство, скажем, в процессе избиения, то да, это как раз классический случай экспрессивного убийства. И второй вариант это спонтанное убийство внутри семьи, то бишь, когда убит не кто-то из семьи, с кем убийца состоял в интимной связи, а, скажем, родитель, ребенок, и убийцы, часто психиатрические проблемы. Проблема в том, что когда писали это исследование, данных по таким убийствам было не так, чтобы много, то, что они предположили, что это чаще будет женщина, это действительно соответствует наиболее частому паттерну убийств, совершаемых женщинами, мы об этом говорили, но в целом говорить о каких-то более специфических действиях пока рано, потому что по этому подтипу экспрессивных убийств достаточно мало данных. Ну, или, по крайней мере, их было мало в момент, когда писали это исследование, а с тех пор конкретно эту тему описания экспрессивного убийства этого подтипа никто пока не продолжал. И инструментальное убийство. Убийство для достижения некой цели, убийство с неким намерением. Например, это может быть убийство после изнасилования, чтобы скрыть следы, чтобы убитая или убитый не мог дать показания, не мог опознать насильника. Это, кстати, если вы помните, когда я описывала дело Даффи несколько занятий назад, откуда пошел профайлинг в криминалистической психологии, я упоминала, что насильник эскалировал до убийцы. Так вот, уже потом, когда Даффи посадили, выяснилось, почему он эскалировал, потому что он был в суде по совершенно другому делу, и он увидел одну из собственных жертв. Она его не узнала, но он испугался, что следующее может узнать. И он начал убивать, чтобы точно никто не опознал. И второй вариант это убийство в процессе кражи или ограбления. Некто решил ограбить дом, хозяин, хозяйка внезапно вернулись, и убийца, точнее, грабитель переквалифицировался в убийце. Но это примеры. В принципе, есть примеры наиболее часто встречающегося инструментального убийства. Есть и более редкие, скажем, так называемые убийства, вот как перевести мути, я не знаю, скорее всего, никак. Мути-мурдер или магическое убийство. Это встречается исключительно в Южной Африке, встречается не то, чтобы редко у них от 15 до 300 таких дел в год может быть. И это убийство, производимое тамошними колдунами. Даже зачастую не лично. Я вижу, что вы поднимаете руку, это совершенно бесполезно, здесь можно задавать вопросы только в конце занятия и только текстом, поэтому бессмысленно. Так вот, что касается этих самых, они, как правило, убивают не сами, это убийство в группе и на заказ, потому что зачем это делается? Для некоего магического ритуала у живой жертвы отрезается какая-то часть или какой-то орган с необходимой для ритуала жизненной эссенцией и жертва умирает от потери крови. То бишь, у нас такой странный случай серийников и да, это абсолютно очевидный случай инструментального убийства, убийства с неким намерением, целью. В принципе, наверное, можно это классифицировать и как заказное, но тут такое дело, что от заказного оно отличается и мы сейчас увидим, каким образом. Заказное убийство это так называемые убийства по договоренности с третьим лицом и лицами за вознаграждение. Так вот, когда речь заходит о муче убийствах, ну, как я уже сказала, не очень специфически в смысле региона, это никуда не расползлось, это только Южная Африка. Если хотите узнать больше, почитайте Эрик Лобушан, он как раз многие годы работал в Южной Африке и занимался в том числе и такими случаями. Так вот, колдун в этом участвует вместе с этим самым третьим лицом. То есть, сказать, что это полностью убийство по договоренности с третьим лицом лицами из вознаграждения нельзя, в то время как заказные убийства это всегда именно такие. Есть заказчик, есть инструмент исполнения собственно наемной убийцы и есть жертва. Это не самое частое, что встречается и по сути это инструментальное убийство. От, скажем, террористического акта это отличается тем, что никаких идеологических причин там нет, это тупо за деньги. Очень интересно с психологической точки зрения, хотя исследовать, честно говоря, крайне тяжело. Исследования на тему заказных убийств, таких хороших исследований не очередной книжки, что я придумал о заказных убийствах, а научных исследований, основанных на эмпирических данных очень-очень мало. Вот Крамплин, наверное, это один из очень-очень короткого списка. Крамплин, на которого я здесь ссылаюсь. Это всегда практически запланировано. Это всегда на место преступления я специально сфотографировала из книжки статистику, статистические расклады исследования Крамплина по действиям, которые совершают во время заказного убийства. так вот, это практически всегда оружие принесено с собой на место преступления, ну и, соответственно, чаще и унесено с собой, хотя не обязательно. Как ни странно, это то, что отличает реальность от кино. Как правило, у наемного убийцы есть партнер, он не работает в одиночку, в этом смысле, кстати, Леон, возможно, ближе к истине, чем дофига других фильмах. Они проверяют, что все идет согласно к плану, а вот дальше начинаются редкие и, вероятно, именно из-за редкости, я не скажу, что почерковые, потому что для почерка это все-таки все еще чересчур часто, но условно-личные действия, вот тут было бы очень интересно, если бы была такая возможность отследить взаимосвязь, как у нас и положено, вот действий к характеристикам. Но пока насчет такой взаимосвязи можно только спекулировать. Сам Крамплин разделил вот эти сравнительно редко встречающиеся действия на три группы. Это то, что он назвал продвинутое планирование, продвинутые действия, то бишь достаточно много всякого демонстрирующего, что человек знает, как не оставить следов, как избавиться от заказательств, то, что на английском называется forensic environment. При этом действия зачастую достаточно сложные. Например, выстрел в голову это не так просто, как кажется на самом деле и не так часто происходит, как показывают в кино. В кино это всегда контрольный выстрел в голову, в реальности совсем не обязательно. Удушение. Удушить кого-то на самом деле тоже дело непростое. Организация места преступления вот вплоть до создания некой сцены тоже не часто. Почти сценография. Вторая группа, которую выделил Крамплин, группа действий именно, это чрезвычайно агрессивное поведение, оверкил, множественные ножевые ранения, избиения, множественные выстрелы. И третье это неумелое поведение, когда убийство-то заказное, но убийца еще и какую-то мелочь спрел. Оставил труп лицом вверх. Это на самом деле не самая хорошая идея, потому что там будет очевидно, что перед нами именно труп, а не скажем, упавший человек, которому стало плохо или который банально пьян. И так далее. Так вот, как опять же Крамплин предполагает, судя по паттернам этих действий, во-первых, убийца чаще знает и заказчика, и жертву, а во-вторых, карьеру профессионального убийцы сделать практически невозможно. Судя по паттернам действий и по, как я уже сказала, как эти действия проявляются, убийца на заказ это не профессия. Просто есть некий человек, который совершает, скорее всего, насильственные преступления на заказ и дальше заказали ему еще и убийство до этого, и после этого это может быть избиение, рэкет и еще бог знает что. Но это не карьера в полном смысле этого слова и встретить Леона, скорее всего, ни у кого не выйдет. Серийное убийство. Вот это любимая тема практически любого кино. Потому что это столько всего можно накрутить. Но по определению серийное убийство это незаконное лишение жизни двух или более лиц одним и тем же преступникам в разное время. Можно долго спорить из-за этого определения, потому что а что значит законное? А если человек банально нашел свою нишу, я не знаю, в организации типа штази и ГБ, серийные убийства им по штату положены в некотором роде и законом определены, и он от этого удовольствие получает. Это серийное, это не серийное, но тут можно долго спорить. Мы с Дэвидом в свое время говорили на тему сложностей сравнения серийных убийств и государственного террора, но это как-нибудь для другого занятия. Есть чуть более чем дофига типологий. Типологии по мотивации, типология по отношению к жертве. Такие типологии по большей части эмпирически подтверждаются. Другое дело, что, как я уже неоднократно упоминала, серийных убийц очень-очень мало. И слава Богу, но это значит, что и данных у нас очень мало. С другой стороны, их достаточно, чтобы сказать, пожалуйста, забудьте и никогда не упоминайте при профессионалах вот это вот чудовищное деление на организованных и дезорганизованных серийников, которые очень любят в сериалах, которые тогда-то сочинила ФБР. Вот оно, к сожалению, это деление взяло просто с потолка, потому что еще в 90-е было глобальное исследование по данным достаточно большой выборки серийных убийств, обнаружилось, что эта типология нифига не работает. она не дифференцирует между убийствами, она абсолютно безболезна. Ну и любимый момент, опять же, в кино, это что убийцы часто бывшая жертва насилия с психическими проблемами и обязательно из дисфункциональной семьи. Это правда, но тут возникает другая сложность. То, что А часто происходит вместе с Б, не значит, что А причина Б, потому что, как я уже говорила, серийных убийц крайне мало, а вот людей с психическими проблемами и с дисфункциональной семьей и бывших жертв насилия дофига. Причем зачастую это все три вместе. Так почему же они не становятся серийными убийцами? Почему только маленький процент туда уходит? Так что А часто возникает вместе с Б, но А не причина Б. А что причина Б, это хороший вопрос, но мы пока не знаем. Так и еще множество вещей, что касается убийств. Я упомянула так называемые сексуальные убийства. Это тоже любимая тема кино, и они, как правило, изображают серийные сексуальные убийства, то бишь серийные убийства, у которых непременно есть сексуальная подоплека, сексуально-садистская, как правило. Но на деле не все серийные убийства имеют сексуальную подоплеку, и не все сексуальные убийства Это часть серии. Вообще типологии и объяснений сексуальных убийств очень-очень много. Общее там, что это отдельный подтип убийств, в котором агрессия – это интегральная часть сексуальной активности. Дальше можно спорить. Дальше можно смотреть типологии – это садистские, гневные, то бишь выражения гнева через сексуальный садизм или попытка скрыть следы после сексуального преступления. Это одна из типологий. Остальные, они достаточно заметно на эту похожи, но типов может быть или меньше, или наоборот больше. Там могут быть гидонисты, там может быть все, что угодно. На деле, как я уже сказала, агрессия – интегральная часть сексуальной активности. Убийца получает сексуальное удовольствие от мучений жертвы. Когда речь заходит о месте преступления и о том, что мы знаем до того, как мы, собственно, поймали убийцу или получили какие-то однозначные доказательства, как, например, видеозапись – это было в нескольких сериях, когда убийца сам все записывал. Или аудиозапись, опять же, это тоже было в нескольких сериях. Я не имею в виду киносерии, я имею в виду серии убийств. Так вот, без всего этого достаточно сложно, как говорят эксперты, определить разницу между сексуальным убийством и убийством после изнасилования, когда садистского элемента нет. Ну, просто потому что оверкил, он может быть по разным причинам. В сексуальных убийствах жертва чаще всего незнакома преступнику, и мест преступления у нас много. Потому что в одном жертву, например, похитили или заманили, в другом мучили и убивали, в третьем труп бросили или от трупа избавились. И, кстати, вот это самое второе место, оно может быть вообще на колесах, как было в серии с Робертом Блэком, который фактически свой грузовичок переоборудовал под вот такую вот пыточную. Ну, в итоге его поймали, что не может не радовать. И даже последнюю жертву спасли, но там история такая, проходит по разряду чудо, и в кино снять не поверят одновременно, потому что охотился Роберт Блэк в основном на детей. И вот когда он похитил ребенка в Шотландии, это заметил сосед, копавшийся в огороде, быстро вызвал полицию, полиция перекрыла дороги. Блэк решил попробовать сменить маршрут, но проезжал через ту же деревню, где похитил ребенка. Сосед как раз стоял и рассказывал полиции, что он видел, опознал Вэн, показал на него полиции, Вэн остановили, полицейский распахнул дверь и обнаружил там собственную дочь. Задухшуюся, напуганную, но живую и не пострадавшую. Я же говорю, проходит по классу чуда, особенно тот факт, что Роберт Блэк, ну, в общем, ему не свернули шею прямо на месте, и вообще он дожил до суда, и, насколько я знаю, сейчас сидит. У полицейских здесь железные нервы, я бы, наверное, так не смогла. Ну и то, что еще отличает сексуальное убийство с элементами садизма, это очень методичное планирование и подготовка. Особенно, когда речь заходит вот об этом самом логове, куда жертву, собственно, и приволакивают. Это готовят очень долго, так же, как и жертву выбирают долго. Хорошая новость об этом ужасе – это крайне редко встречается. Серийное убийство – редкость, сексуальное убийство – тоже редкость даже среди серийных. Если мы, конечно, говорим об этих убийствах как о части серии, но, в принципе, даже одиночные сексуальные убийства с элементами садизма – это редко. Хотелось бы, чтобы вообще не было, но, слава богу, это все равно довольно редко. Ну что ж, я даже уложилась почти во времени, подведем итог, и будет время для ваших вопросов. Я должна сказать, что убийство в кино и книгах куда занимательнее, чем в реальной жизни. В реальной жизни очень интересно это все исследовать, анализировать, находить паттерны, находить некие комплексы действий, выводить из них характеристики. Но сами убийства в реальности – это не сложная головоломка, это довольно поганая история. Идеальный способ убийства существует, я вам про него даже рассказала, но не советую им пользоваться, потому что в реальности слишком многое может пойти не так. Например, как я уже сказала, убить кого-то с одного удара тяжелым тупым предметом – это штука нетривиальная, а если вы начнете тренироваться, это будет очень-очень заметно. Так что лучше решайте проблемы каким-то более мирным способом. Ну или, не знаю, занимайтесь, хорошо планируйте. Господи, что я советую. Я это вслух сказала. Типологий убийств очень много, функциональных типологий, которыми можно пользоваться намного меньше, эмпирически основанных еще меньше, а уж когда речь заходит о внутренних подтипах, то, скажем, подтипы заказных убийств, то тут мы упираемся в недостаток исследований. Большая часть убийств не спланирована, и даже спланированные зачастую не идеальны. Всегда что-нибудь есть от пеленки зловомной до грязного савана. И, на мой взгляд, исследовать куда интереснее, чем расследовать, хотя тут полицейские со мной поспорят, и, в общем-то, пока мы работали бок о бок в университете, у нас есть факультет полиции, или пока я у них вела какие-то курсы, мы даже на эту тему так иногда спорили. Ну и, естественно, довольно сложно изучать убийц, потому что информации о жертвах, в том числе и чисто статистически, банально больше, чем об убийцах. Но об этом, пожалуй, на следующем занятии, когда у нас будет тема виктимология, или, собственно, что мы знаем о жертвах. Так, а вот сейчас как раз, о, идеально 15 минут до конца, как я и обещала, 45 минут мне на бла-бла-бла, 15 минут вам на то, чтобы написать и таким образом в письменной форме задать мне вопросы. А пока вы их пишете, напоминаю, зачем все это делается и что я от вас хочу. Пожалуйста, помогите Украине победить, помогите тем, кто поддерживает Украину, будь то внутрироссийские организации, если вы в России, то вы больше, собственно, никуда деньги перевезти не можете, которые помогают юридически не только тем, кто борется с всей этой путинской шайкой. Я очень стараюсь не материться в эфире, будь то организации в самой Украине, фонд Сбройной Силы Украины, повернись живым, фонд Теробороны на Киевской, на него данные банковские, куда можно перевезти деньги, будут в описании под этим видео. Будь то волонтерские штабы Харькова или фонд 24 под эгидой президента Зеленского, вся информация будет в описании под этим видео. И подключайтесь к следующему занятию, оно будет через две недели, я собиралась сделать его на следующей неделе, но мне на работе напомнили, что вообще у меня курсовые на проверку. Так что через две недели, 10 ноября, опять в зуме, ссылка тоже будет в описании под этим видео, мы будем говорить о виктимологии, о жертвах преступлений и о том, что такое вообще виктимология, как наука. Так, давайте посмотрим, да, вот чат открыт. Имя исследователя, что писала Южная Африка и что-то популярное на тему Африки. Я лучше имя исследователя напишу, потому что оно, хотя нет, не смогу я его написать так, чтобы вы увидели, это Лобушань. Просто оно пишется совершенно чудовищно, одну секунду. Я сама посмотрю, как оно пишется. Дело в том, что имя у него какое-то очень простое, насколько я помню, шапочно, но знакомо, он приезжал. Эрик, а вот фамилия, моя, по крайней мере, из шести букв, не так сложно написать на английском, а вот его, а нет, он не Эрик, он, пардон, Джерард. Так вот, а вот его, аж, по-моему, из 12 или что-то в этом роде, а пишется она по-английски L-A-B-U-S-C-H-A-G-N-E. Лобушань, Джерард Лобушань. Он, кстати, недавно издал книгу «Дневники профайлера». Она есть исключительно в форме или киндла, или почему-то аудиокниги. Ну, зато она есть на Амазоне. У меня пока руки не дошли прочитать, но непременно займусь. У него, кстати, очень интересные исследования просто сами по себе, и, насколько я помню, он еще и на Фейсбуке ведет что-то типа блога. Так что, вот, советую найти и почитать. У них очень интересная группа, и Южная Африка – это очень-очень своеобразное место в смысле психологии и криминалистики. В том числе и из-за мутимердерс, из-за вот этих вот магических убийств. Так, а есть ли у нас еще вопросы? А то что-то это какой-то очень легкий был. Ну, относительно легкий продиктовать по буквам фамилию Джерарда – это как-то не самое простое. Почему я помню, что она едет? Что-то так-то сложилось. Так. Ну, я подожду еще пару минут на случай, если вопросы появятся. Это я даже сегодня еще… Может, я заряд, конечно, так сократила, но я собиралась рассказать еще и о специфической популяции среди убийц, в специфических популяциях. Но посмотрела, поняла, что это получится огромный пласт, особенно если учесть последние данные. Вот, собственно, то, что у меня была сегодня возможность обсудить до того, как я к вам пришла. Так вот, говорили о том, что семейное насилие, вообще домашнее насилие, совершенно чудовищно проявляется в так называемом ЛГБТ-комьюнити. В первую очередь, потому что с ними дополнительный фактор, они… Их можно шантажировать принадлежностью к этому комьюнити. А жаловаться им труднее именно потому, что ты никогда не знаешь, кому ты жалуешься. Но это отдельная тема. Так, вот вопрос. Видимо, старыми методами подготовки дегуманизации противника объясняется ожидание вспышки насилия в России после окончания войны. Да, мы, собственно, об этом здесь и говорили. Еще, по-моему, на занятии по геноциду, это одно из первых занятий. Что именно так это и работает. Сначала ты обучаешь людей отключать моральные принципы, это еретики, а это недочеловеки, а это еще там кто-нибудь очень плохой, а потом они просто применяют это дальше, как хорошие ученики. Всех учили, но что же ты стал первым учеником скотина? Это одна из основных причин, почему еще в самом начале наших занятий, в самом начале войны я говорила о том, что как только начнется ротация в российской армии, они насилие и криминал будут хлебать ситчиком и, прости господи, и, собственно, перехваты гор, которые я иногда слушаю на ютубе, они говорят именно об этом. Я не знаю, попало ли это уже в российскую статистику, участвовая, что статистику там последние 20 лет собирают так, что опустим завесу жалости над этой сценой, как даже фальсифицировать данные нельзя, это какой-то ужас невозможный. Я не знаю, повторяю, попадет ли их волна криминала в ближайшее время, но то, что она будет огромной, это я тебе голубо говорю, как краевед. Что, конечно, чудовищно пугает. Так, а хоть в каких-то детективных шоу и книгах отражены реалистичные убийства и раскрытия убийств, без художественных преувеличений и убийств каждый день в одном медсомере. Вот тут интересно, потому что, с одной стороны, допустим, те же самые criminal minds, если я не ошибаюсь на русский, это перевели как мыслить, как преступник, они использовали практически в каждой серии настоящие случаи убийств. В основном серийных убийств, но это сериал такой. То бишь там, в принципе, можно отследить, на каком кейсе что основалось, и описание кейсов они дают достаточно четко и правильно. Именно поэтому они такие узнаваемые. Если заниматься этим вопросом. Но вот когда дело доходит до раскрытия, то практически невозможно. По одной простой причине. Во-первых, это довольно скучно и это очень-очень трудоемкий процесс. Какое убийство не возьми. Даже когда делают или пытаются сделать документальный сериал, им все равно приходится массу всего вырезать, убирать. Люди не станут смотреть, как полицейские работают по так называемому дереву решений. Им будет неинтересно. Это даже студентам мастерской программы криминалистической психологии, которые за этим и пришли, может быть не совсем интересно. Поэтому, когда, допустим, я видела, как у нас полицейский инспектор читал на эту тему занятия, он специально выбрал громкое дело. И то под финал часть народу, по-моему, отвалилась просто потому, что отслеживать вот все эти решения по дереву, почему рассматривали эту версию, почему вот эту, почему вот эту, как это все работает. Это надо очень любить работать с данными, а далеко не все любят. Так вот, и большая часть работы это или сидение, вот как у меня носом в компьютер, или это обходы, интервью, работа с кучей бумажек. Это практически невозможно снять, не говоря уже о том, что персонажей будет дофига. В том же самом сериале «Место преступления» и «Си Исай» одни и те же люди занимаются анализом абсолютно разных доказательств, в то время как в реальности-то это так не работает, в реальности это специализация, причем очень серьезная. Ждут очень долго результатов, чтобы передать их другим людям, которые будут уже составлять некую общую картину, анализировать. Третьи будут допрашивать подозреваемых, четвертые готовить дело в суд и так далее. Количество персонажей зашкаливает. Поэтому нет, я не думаю, что это вообще реально. Разве что, я не знаю, это какой-то исторический детектив и из древних времен, когда это все были более-менее одни и те же люди. И то, что удобно в исторических детективах, никто не знает, как это было тысячу лет назад в Китае или сколько там. Я очень люблю детективы Ван Голика, но насколько они реалистичны, мне судить трудно. Я там не была. Практически все современные, но невозможно это показать так, чтобы это было интересно, к сожалению. Вот что можно и что, на мой взгляд, интересное чтение, хотя и не совсем детективное, это как, допустим, сравнительно недавно вышел сборник, его потом несколько раз издавали настоящие истории с места преступления. Это кто-то опросил просто последовательно очень большое количество криминалистов, попросил их рассказать истории, а потом эти истории записал. Они коротенькие, но набралось на довольно толстую и очень интересную действительно книжку. Ну, это немножко другой жанр все же, это не расследование, а описать реальное расследование так, чтобы получилось интересно читать, на мой взгляд, крайне маловероятно и уж точно не в художественной книге, это скорее будет документальное что-то. Так, есть ли у нас еще вопросы? Если я кого-то пропустила, пожалуйста, скопируйте, потому что у меня здесь маленькое окошко и плохое зрение. Вроде бы никого не пропустила, но если что, пишите. Всегда пожалуйста. Также хочу поблагодарить модератора, который выкинул всех, кто не задает вопросы, а пишет свои политические воззрения. Ребята, это бесполезно. Спасибо. Это не здесь и не сейчас. Ну что, тогда, если уж вопросов больше нет, всегда пожалуйста, спасибо, что пришли, заходите еще и надеюсь, что если не следующее занятие, то какое-то из занятий точно можно будет назначить на 6.30 после войны и после победы Украины. Пока. 10 ноября в 6.30 приходите снова в Zoom, ссылка будет в описании под этим видео. И говорить будем о виктимологии. Всем счастливо.